нет теперь да всем здорова нет мы дойдя и на диайвай споте дивайвай вайфа и диванил сделать сам короче решили снять для вас видос такой не запланированный взяли скейт и almost крутые с импактом думаем что они такие непопулярные в тусовке они клёвые решили затестить их посмотреть чё сейчас обсудим чё к чему ждем тебя чё с доска у меня impact support и с двумя ставками у таких типа в области подвесок вот у меня был такой скейт на самом деле давно про модель крис хаслана и мы тогда особо не шарил чё за скейт и вообще эти просто на нем казалось если честно у меня доски вообще не лом я ни разу не ломал доски за 15 лет катания бейкер вот недавно сломал но это наверное был брак ну короче прикольный скейт мне очень нравится что выглядит вот такая шкурка elmas в коллаборации с пейперу такая ты творческий на и наклейки меня тут есть всякие как будто я на спонсорство на самом деле нет не про я просто снимаю думал всегда что ты про корот слушая я слышал от old-fuck что доски типа ломаются вот вокруг этого кружка как думаешь сломается она у тебя так у меня не сломается вообще можно прыгать на нишу вода сломалась вокруг кружка я думаю что я ее не сломаю да если у меня у меня у меня как будто нормальная дека вообще ничего нету но я когда стучу ей вообще кайф вибрация идет по всей доске почему так у меня короче тоже impact только называется impact light там короче доска в доске выглядит примерно вот так вот вставка такая во всю доску карбоновая ну там не просто карбона какой-то супер карбон вставка вот забавно то что almost да и вообще все у нас на сайте тоже написано что это самые легкие доски вообще не знаю что это значит вообще из олмастов или вообще в принципе на свете я взвесил эту доску и обычный almost r7 тоже 825 на 32 и 1 прям с такой же колесной базой с таким же мэллоу конкей вам и вот эта доска на 70 грамм тяжелее вот непонятно зачем они пишут что это самые легкие доски и зачем мы пишем что это самые легкие доски ведь это как бы не так вот я специально взвесил про внимание за вопрос к тебе между прочим посмотришь это видео напиши нам почему-то нас обманываешь русских это самые легкие доски вместе с подвесками tensor maglite тогда да это будут самые легкие доски а если с подвесками тяжелыми такими тундер ну либо вот как бы у меня f1 у меня тундра маглайд посмотри тут написано и молния это импортозамещение между прочим тебе тоже напишут все теперь типа это че русский бренд да русский бренд вот тут русская шкурка у меня это так ты я смотрю ты уже крутишь да но я решил что это короче да меньше слов больше вручения здесь вот это это карбоновый слой он естественно как бы доску делает более прочной чтобы просто вы понимаете что эти доски типа по факту должны быть намного прочнее чем обычный скейт поэтому они естественно столько и стоят но мы их сейчас будем проверять в бетонном радиусе вот посмотрим сломается ли она но мы будем со всей силы делать будем так давить в радиусе возможно сломается радиусом главное чтобы не ломались скейтеры кстати знали бы начать смотри у тебя то логика твоих вставок чтобы доска была что крепче а на хрена она крепче под подвеску ну на самом деле вот как раз таки бейкер тот который я сломал типа он у меня сломался именно от того что подвеска выдавила вот так шпон и он как бы сломался вот прям вот здесь где где подвеска вот начинается выделила шпон да и она прям вот выдавила шпон на может быть такое что у тебя были фиговые винты они были плохо закрученные вибрации доска просто треснула и впоследствии сломался меня это все у меня ни разу такого не было и и у я уже не знаю почему именно произошло это с бэйкер бэйкер доски классные я смотрю как на них лупит кто вам в голову приходит при слове досок бэйкер а мне тифанк прикинь я не знаю почему но просто он крутой тифанк крутой а кстати слышь смотри а у меня про модель макса геронзи блин я не могу закрутить этот винт макс геронзи кто такой шарити вообще я не знаю это олдфак чел лютый да ладно да и он очень круто катается и он умеет все то есть он прям очень крутой скейтер но мне кажется его знают только олдфаги у меня про модель юри фачини это по-моему бразильянец если я не ошибаюсь такой зал я не звучит уверенно это я правильно назвал я не знаю может танцую бразилиц бразилиц не бразилиц звучит как правильно бразильяя или бразилиц смотри как красиво красиво очень я я если честно на все это подписался только потому что скейт очень красиво на все это подписался короче я не буду лукавить я ехал на этот спот два сраных часа типа вот не делать больше нехер но здесь довольно круто мы не будем мы вам не расскажем где это потому что парни просили как бы это тише быть в северной в северной части барселона в северной америке это где-то в северной части барселона бобила project за рубить мы в бобили project троян привет короче на самом деле без шуток и смеха чуваки все зависит от вас грубо говоря не думайте и не ждите что вам кто-то что-то сделает если вы из провинции там из каких-то маленьких городов россии я вот например сам из маленького города в россии в тамбовской области и как бы мы всегда у нас не было никогда парка и мы катались вот таком на таких спотах всяких на заброшенных заводах зимой тип все такое и если вы сами себе ничего не будете делать никто не сделает всем нас насрать вы если вам нравится делать скейбординг как бы и кататься на скейте делайте его сами и для других вот вот чуваки делают как бы поддерживаете там быть финансово морально и тогда может они пусть я думаю что стоит приложить ссылочку короче в описании там на донат и поддержку вот этого проекта нет да мне кажется это почему нет да 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 я например честно скажу я как бы задано к нам бабок потому что я рис мой номер карты arctic wizard будет в описании короче в прошлом ролик и я говорят что разыграю доску и так оно и было ну то есть я ее разыграл ну как сказать разыграл был конкурс написать комментарий творческий нафига нужен велкам твин и вообще твиновая доска в принципе вот и комментарии практически все были похожи но один прям очень сильно отличался мне понравился потому что так есть смысл комментария был в том что твиновая доска нужна для того чтобы ты корешам сказал о у меня твиновая доска и они такие а чуть такое и начали пробовать и образовался базарчик очень прикольное кстати слово базарчик она прямо описывает все толкин щит толкин щит да в скейтбординге не зря одна из первых коллекций бренда дайванты мания не зря у бренда даем одна из первых коллекций футболок была там короче такой график был нарисован и было написано что скейтбординг это один процент а толкин щит это девяносто девять процентов так она и есть вот короче чел выиграл доску вот наверное вот сюда вот ставим вот сюда да вот сюда вставим маленькую фоточку где он с доской стоит я ему ее вручил еще неделю назад наверное вот просто забавно то что хотя не незабавно чё за валер валер нарисовался вообще на козырная тусовка нарисовалась и откуда они все знают про это место если о нем нельзя никому рассказать на непонятно так начать все в принципе ты скрутил я скрутил 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 джоник джоник и скрутил джоник скрутил у тебя умост это не значит что это делать прима флип на прима она почему то кажется довольно больше выше а ну вот короче победитель короче зовут максим прикольный скейт не певица максим а челик такой максим вот и я не знаю его а женек говорит что знает че за челик он из тусовки митинского локальной митинской тусовки скейтера у них даже вроде какой то видос выходил на самом деле на асфальте не так давно блин прикольно я видел как он на споте снимает себя со штатива по моему или как то так ну он снимает он как раз таки оператор на манчел у Питяя не штатив чел вообще то это поддон не как это называется штука поддон поддон вау я слишком стар для этого дерьма ну че я даже кофту надел китрушную короче Iron Maiden Zero думал сейчас навалим тут жестко а потом пришли сюда и как обычно радиус оказался сложный и мы обкакались если мы по три трюка снимем это уже успех но на самом деле так видео чисто потрещать по балаболе по балаболе и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас сломается моя жопа, сломается моя жопа быстрее, туда-сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А зачем ты оделся? Как я сегодня оделся, что ли? Я сейчас тебя сниму, вот это. Ты кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз, войдите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покатались часочек, разрушили радиуса настолько своими трюками, что парни сейчас восстанавливают, вот, месяц бетон. Ну, сейчас быстренько, типа, знаешь, как, пошейпят парк. Вот, про свою доску, что, короче. Очень крутая доска, реально, вот это вот, когда щелкаешь, она вот вибрация, вот сюда вот аж передается от Дейла. Вся доска такая, знаешь, щелкаешь, она такая. Прикольно, как струнка. Щелкает от этого очень сильно, очень на кикфлип крутилась она очень сильно. И вообще через мусор я прыгал. Ох, класс. Единственный минус у этого скейта, а он есть, очень жалко картинку. Я прям первые разы сделал бортслайд и прям переворачивал ее, смотрел. Ох, прикинь. Да жестко, чувак. Я вообще не... А здесь тоже мясо. Короче, очень жалко было картинку, прям делал бортслайд, каждый раз такой... Аааа, но опять мне скажут, что я не умею кататься, опять всю картинку расцарапал и так далее. Но доска, короче, клевая. Буду на ней кататься, в этот раз я ничего не буду для вас разыгрывать, потому что вы неблагодарные. Шутка. Просто сам буду елось на этом скейте, очень мне он понравился. Круче он, чем велкам, по моему мнению. И шкурочка у меня красивая, с логотипчиком, с маленьким. Ааа... А, кстати, мэллоу конкейв, рассказать, что такое? Хотите знать, что такое мэллоу конкейв, или вы знаете? Как думаешь? Знаю, а ты знаешь? Скажи чуть-чуть. Чуть-чуть им рассказать, или тебе? Ну и мне еще. Смотри, рассказывай. Вот это мэллоу конкейв у Женька. Ааа... У него есть вот эти ямки. А мэллоу конкейв, это вот у меня, это тот же самый мэллоу вот здесь. То есть он... Он так же... Настолько же глубокий, как и медиум, но у него нет вот этих ямок. Для чего это надо? Чтобы кикфлип, ты когда выводишь, вот сюда вот ведешь ногой, чтобы нога не проваливалась в яму и потом била по носу, а плавно выводила. А на обычном медиум конкейве есть канавка. И ты выводишь кикфлип, по шкурке ведешь, 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 потом хлоп канава, то есть прекращается у тебя такое лютое сцепление, а потом нога встречает нос и происходит бабах. Вот чтобы этого не было, для технарей сделали мэллоу конкейв. Вот эту ямку убрали лютую. То есть, грубо говоря, сделали такую коллаборацию лоу конкейв и медиум конкейв. Поэтому он мэллоу конкейв, понял? Прикольно? Хотите больше информации в свою голову забить? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Ну что, я скажу немножко. Да, давай, что у тебя? Ну, я покатался тоже на скейте, прикольно. Классический, классическая форма, типа нос, тейл, не квадратные, как и на обычном скейте. И, в принципе, ну я повторю, что у меня был такой скейт, тогда я в основном прыгал с ступенеками, мне было меньше лет. Сейчас я старый, мы катались по радиусу, как бы много труб наделали, на самом деле. Вообще-то мы катались в таком радиусе, в котором молодые не смогут ничего. Хотя, ну не, ну вот этот только, ну этот, понятно, он профик. Ну, короче, мы нормально так, на самом деле, покатались. Если вы думаете, что это легко... Поставьте лайк. Если вы думаете, что это легко, поставим дизлайк. Почему это сложно? Как вы думаете, легко это или сложно? Напишите комментарий. Как вы думаете, легко ли кататься в 30 лет в России на скейте или сложно? Напишите комментарий. Ну, короче, прикольно скейт. Мне нравится, но очень красиво. И вот тут есть, опять же, флаг России. И, как видите, на фоне нас, челы сами делают бетонный радиус. И я повторю, что вы сможете поддержать чуваков. Там, донатами будет ссылка на Сбер, там, на перевод, на всякий QR-код. Вот. Прикольный скейт. Я думаю, на самом деле, как бы, я его точно не сломаю. Долго буду на нем гадаться. Но для тех, кто... Я знаю, что есть такие малые чуваки, которые в основном прыгают со ступенек, потому что просто других спотов в городе нет. И это большинство этих людей, потому что я сам так же начинал кататься. У меня даже граньки в городе не было. Не было, мы сразу прыгали со ступенек. Как бы доски разваливаются по бокам, особенно, типа, ломаются. И я думаю, что эти доски как раз... Короче, лучше, наверное, купить дорогую доску с такой технологией, чем покупать много дешевых, короче. Ну, как по мне, это более логичный вариант. Такой вот необычный, на самом деле, обзор получился, потому что это, по факту, технологичный и такие... Больше для гранек, ступенек доски. Но мы решили, как бы, против системы пойти покататься в Диавайске в парке. Кстати, пацаны, зацените... Ну, и девчонки, конечно, и их родители. Как Габон говорит. Зацените брючки. Ларри Пенс делают кореша из Нижнего Новгорода. Скоро эти брючки появятся в схвате, их можно будет купить. Широкие, крепкие, красивые, вая, ценник будет мака. Очень мягкие внутри. И цепкие снаружи. Они цепляются за ваше сердечко. Так что на этой прекрасной ноте мы прощаемся с вами. Ставьте лайк. Ну, ненадолго. Покупайте скейты в схвате, покупайте штаны. Помогайте чувакам продвигать движуху, чтобы здесь огромный был скейт-парк, как в Барселоне. И вы приезжали сюда кататься из других городов. Все. Всем пока. Респект. Катайтесь на скейте. Это весело и безопасно. И еще пару слов о скейте. Я катаюсь на скейте давно. Скидывайте донаты, чтобы парни смогли восстановить эту усадьбу, где раньше жил князь. Потому что иначе, ну, просто пропадает место. Садьбу разрушили какие-то вандалы, а парни вот строят усадьбу. Кстати, вообще говорят, что этот князь раньше катался на скейте. Скейт бордовский. Все, ладно, пока. Давай, до сих пор, пока.